На телеканале Гелиус вы смотрите программу Служба 112. Меня зовут Ася Трабаданова. Здравствуйте! За истекшую неделю Управление гражданской обороны чрезвычайным ситуациям провело следующую работу. Как предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период? Как с ними бороться? Пик роста пожаров приходится именно на месяц май. С наступлением теплой погоды увеличивается количество пожаров и возгорания. Особенно увеличивается количество пожаров, происходящих из-за сжигания мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах. Тревожит то, что многие горожане, видя, как поджигают сухую траву или бытовой мусор, проходят мимо, не продавая этому никакого значения. А возгорания такого рода не всегда безобидны. Погода весной всегда изменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять большие размеры и привести к тяжелым последствиям. Нести серьезную угрозу жилым домам, гражданам и даже целым населенным пунктам. Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий. Управление ГОЧС и ППП по городу Хасавюрт проводит комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В это время усиливается профилактическая работа с населением. В период особого противопожарного режима все требования безопасности элементарны и просты. Горожане обязаны своевременно очищать территорию между зданиями, сооружениями и участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам. От горючих отходов, опавших листьев, мусора производить выказ сухой травы. Специалистов Управления ГОЧС и ППП пригласили на открытый урок в Хасавюртовске многопрофильные лицеи. Темой стало здоровый образ жизни и правила поведения при ЧАЭС различного характера. По приглашению руководства лицея специалисты управления присутствовали на открытом уроке ОБЖ в 9 классе. В конце урока слово предоставили специалистам управления, которые напомнили ребятам, что совсем скоро наступают летние каникулы, поэтому специалисты в своих беседах со школьниками уделяют большое внимание проблемам безопасности в купальный сезон. Особый упор они делают на то, что каждый должен быть готов прийти на помощь товарищу в случае беды. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Но даже хороший плавец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Специалистам и управления в рамках подготовки к заседанию Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности была проведена проверка санитарно-эпидемиологического состояния русла реки Ерексу, система берегозащиты вдоль всего русла, состояние ливневой канализации в городе. На предстоящем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности будет обсуждаться вопрос предпалковой ситуации на территории города Хасавюрт. О принятых решениях на данном заседании мы проинформируем вас в следующей программе. Как нужно использовать спасательное снаряжение отработали спасатели городского управления? У хасавюртовских спасателей состоялась тренировка по отработке практических навыков использования снаряжения спасателей. Учебная тренировка прошла под руководством заместителя начальника поисково-спасательной службы Абдул-Керима Абдул-Керимова. Это был обзор за неделю. Подписывайтесь на наш инстаграм, будьте в курсе. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok